всем привет сейчас проведем прямой эфир с максом тоже маркетолог поговорим про маркетинг про антикризисные решения про то что сейчас делать бизнесу да там чтобы вылезти из сложной ситуации ну и в принципе там поговорим про психология влияния про психологию клиента вот и все что с этим связано сейчас подождем туда чтобы кинул запрос макс макс давай кидай да вот вижу привет приветствую приветствую сегодня эфир максов можно собственно желание похоже загадаю всем кто смотрит да супер приветствую тебя привет ну что мы сегодня прям чувствую такой мощный эфир у нас с тобой состоится давай знаешь как сделаем я думаю давай представимся потому что часть ребят которые будут смотреть у меня они не знают тебя я знаю что ребята твои не знают меня поэтому чтобы мы познакомились давай давай начнем меня зовут макс я занимаюсь маркетингом в течение восьми лет у меня есть рекламное агентство которое занимается упаковка предложением мероприятий крупных и спикеров успели поработать с тони робинс аят шабудинов радислав гандапас и картоли артисты blackstar сколкова ну и многие другие вот так же работаем с разными нишами там более ста компаний от одежды там до мебели вот супер супер красавец красавец тони робинсон это вот как раз я вчера смотрел кейсы то что в олимпийский приезжал это вы интернет-маркетинге или продвижение да и еще в течение двух лет по всему миру продвигал его семинары там лондоне и сингапуре в майами в австралии в нью-йорке кайф супер вообще супер я так тоже в двух словах расскажу мне зовут максим монахов эксперт личной финансовой бизнес эффективности маркетингом точно занимаешь меньше чем ты хотя есть маркетинговая компания мы тоже занимаемся интернет-продвижением на сфера такая медицинская около медицинская то есть мы вот в эту нишу пошли мы работаем там делали автоворонки для доктора зубарева и ведем там клиники крупные которые список форбс ходят помимо этого я занимаюсь коммерческой недвижимостью инвестициями по чуть-чуть и собственно есть консалтинговое агентство где основное как раз направление это работа с компаниями проведение тренингов консалтингов внедрение серым систем ну то есть на самом деле это все и маркетинг и маркетинговая сфера и потому что сейчас мне кажется уже такой период когда если раньше были продажи во главе маркетинг типа вспомогательный то с учетом того что сейчас происходит мире это тенденция на мне кажется была очевидна но с учетом того что сейчас коронавирус всех закрыл дома сейчас мне кажется маркетинг топ а продажи это уже такая вспомогательная история дожимания согласен ну просто люди поняли ценности маркетинга. То есть, мне кажется, лет 5-10 назад люди не совсем понимали, что такое маркетинг и зачем он нужен. И они, мне кажется, просто не отделяли продажи от маркетинга. До этого просто люди закладывали в термин продажи и моменты, связанные с маркетингом. Сейчас просто люди более разбираются в самом термине и в том, за что отвечает данная сфера. — Супер, однозначно с тобой согласен. Кстати, я даже больше того скажу, что все равно большая часть собственников и руководителей компаний, они все-таки не знают, кто такой маркетолог. У них типа маркетолог это ты пришел, выставляешь картинки в Инстаграм и что? И маркетингу, и стратегию обязательно делаешь. Если ты не знаешь, где маркетингу, все, ты не маркетолог. Потому что основная задача — это результат за потенциальных клиентов, которых я к тебе привел. Правда, мало кто догоняет. Но давай мы с тобой как построим эфир. Мы сначала про психологию влияния потом затронем тему продаж антикризиса или наоборот? — Давай сейчас пользу дадим тем людям, которые только зашли. Потому что я знаю, что эфир не все до конца смотрят, только самые ярые фанаты. Давай сейчас максимум пользу дадим для тех людей, кто у кого бизнес, у кого какие-то услуги. Накидаем по три совета каждый от себя. Можем с тебя начать чисто три совета, чтобы ты посоветовал сейчас людям делать. — Супер. Вообще, мне кажется, классная вещь. Давай. Первый совет однозначно — это все, что нужно сейчас, на чем сконцентрироваться. Кризис выживает тот, у кого есть кэш, у кого есть какие-то запасы денег. Если кризису вам не удалось собрать подушку безопасности в своем бизнесе, то главная задача, на чем вы сейчас должны сконцентрироваться — это создать некий финансовый резерв. Чтобы это сделать, что необходимо? Необходимо каждую статью ваших расходов, если вдруг вы ее не вели. Я надеюсь... Ну, к сожалению, такая статистика, что больше людей не ведет никакой финансовый управленческий учет своей компании. И вот если вы сейчас не вели, что сделаете? Составьте список своих расходов всех среднестатистических по компании, все, кому вы платите. Там, производство, подрядчики, услуги, зарплата персоналу, там, арендные помещения и так далее, и так далее. И вот в каждой из этих статей подумайте, можете ли вы ее сократить, можете ли ее вообще убрать полностью, может быть, как-то оптимизировать. То есть, основная идея, вот первого совета, ваша задача сделать так, чтобы вы на максимум сократили расходы и высвободили денежный резерв для того, чтобы вы смогли... Потому что мы не знаем, сколько будет карантин. В Москве вообще, я так понимаю, жестяк. У нас в Краснодаре жестяк в среднем уровне. Ну, то есть, мы не знаем, сколько там смотрим на Китай. Три месяца Китая выходил из карантина. Это с их дисциплинированностью. Учитывая наших граждан, мне кажется, это может быть дольше. Поэтому, если вы планируете бизнес сохранить, то вот самая главная задача сфокусироваться на расходной части. После того, как вы оптимизировали, на максимум сократили, договорились с арендодателями, убрали вообще арендные платежи, там, договорились на арендные каникулы, позвонили во все банки, если у вас есть кредитные какие-то платежи и обязательства, тоже сделали каникулы, либо снизили, реструктуризировали платеж. Ну, в общем, задача максимум сократиться. Второй совет – это работа с вашей клиентской базой. Даже если вдруг у вас сейчас бизнес, который не может продавать, ну, так вышло, что вас закрыли, и вы не входите в список функционирующих бизнесов, все равно продолжайте активную работу с клиентами. Вот это прям железобетонное правило. Это называется эффект отложенной покупки. То есть, если вы все-таки планируетесь открыться, я надеюсь, потому что я стою в центре поддержки предпринимательства, я вижу цифры закрытых компаний в марте 20-го по отношению к 19-м. На 77% по России закрылось больше бизнесов, чем в том году. Печальная статистика, но если вы продолжаете работать, продолжаете коммуницировать с клиентами, оказывать им какую-то пользу, поддерживаете их. Вот что делаю я? Я пишу статьи какую-то пользу, да, там, для собственников. Раз по всей клиентской базе свои отправил – поддержал. Написал статью для продавцов, раз по всей клиентской базе отправил, поддержал. Но это важно. То есть, держите коннект со своими клиентами. И третий совет, который точно я могу сделать – это усильте, если вы все-таки работаете и какие-то продажи можете совершать, на максимум необходимо усилить контроль и количество итераций, исходящих, которые вы делаете. Ну, то есть, если вы раньше делали образно 100 звонков и там отправляли, не знаю, там, 20 коммерческих сообщений, то сейчас самое время делать по 300 звонков и отправлять по 60, по 80 коммерческих сообщений. То есть, делайте максимальное количество исходящих итераций, чтобы, ну, хоть из каких-то источников получать входящие продажи, чтобы как-то поддерживать свой бизнес. Ну, вот, наверное, это такие короткие три, но важных совета. То, что я дам совет, первое – это, ну, сейчас очень большой инфошум. То есть, все вышли в интернет, все что-то там пытаются что-то делать, вот, и очень большая конкуренция. При этом, то, что я замечаю, вот у меня есть проект, я продюсирую онлайн-школу по вокалу, и у меня тоже своя онлайн-школа по маркетингу есть, то, что я сейчас замечаю – люди не готовы платить деньги. То есть, они… Вот этот вот бред про то, что, типа, вот сейчас все вышли в онлайн, и онлайн-продажи инфокурсов возросли – это полная чушь. Потому что и про инфобизнес, и про доставку еды – это полный бред, что они сейчас больше всех денег зарабатывают, потому что у меня есть хороший друг, знакомый, с которым мы там одно время работали, у него доставка суши. Он в минусе, потому что, помимо того, что, да, там возросла, возрос спрос на доставку, так еще и зарплаты возросли курьером, возросли стоимости, ну, продуктов, там, доставки и так далее. То есть, себестоимость возросла, да, как бы бизнеса. То же самое, как бы, и с инфобизнесом, да, там, с курсами, потому что все сейчас туда ринулись. Но прикол в том, что сейчас зарабатывают те, кто, у кого есть лояльная база, которую они собрали. То есть, вот, соответственно, первый совет, который я дам, ну, то, что я сейчас вижу – это, если у вас есть какой-то бизнес, связанный с онлайн, я бы на вашем месте допинговал бы цену, да, то есть, вот, скажем, взять курс, который я продюсирую по вокалу, у нас курс стоил 10 тысяч, сейчас мы его за 5900 продаем. За 5900, если не продается, мы делаем марафоны. Сейчас очень хорошо идут марафоны за 1400 рублей. То есть, прям вот, в любом бизнесе можно сделать какую-нибудь такую движуху за 1400 рублей, где вы делитесь пользой, там, не обязательно, там, делать полноценный какой-то курс, просто вот, там, не знаю, там, если у вас, скажем, фитнес-центр, почему бы не сделать марафон по похудению, там, в течение месяца, там, за 1400 рублей, там, вы выходите в прямой эфир вместе со своими тренерами и рассказываете, там, какие тренировки делать, там, питание, там, да, то есть, это может в любом бизнесе пригодиться. Если у вас кулинария, предположим, сделайте, там, марафон по тому, как готовить дома из-за подручных средств, да, там, какие-нибудь, там, пирожные, предположим, да, вот. Второй совет, который я бы дал, это, как раз-таки, связанный с базой, это сейчас сделать акцент на формирование лояльной базы. То есть, в течение месяца, вместо того, чтобы продавать в лоб что-то, да, хочется, да, деньги нужны, но лучше собрать вокруг себя лояльную базу, да, то есть тех людей, которые вы будете кормить контентом, которые будете подогревать и, как вот ты правильно сказал, отложенный спрос. То есть, можно сделать подогрев и продать, скажем, 100 сертификатов на, там, годовое обслуживание в вашем бизнесе, там, в салоне красоты или, если у вас там, не знаю, не важно, там, какой у вас там бизнес, там, еда, доставка, да, то есть, какая-то скидка, какие-то бонусы, ну, только первые 100 человек. То есть, вы делаете предпродажу, при этом вам не обязательно оказывать услугу сейчас. То есть, как только самоизоляция режима закончится, вы сможете предоставить эту услугу людям. То есть, мы вот так делали, когда вот у меня был бизнес «Миллёр», мы вот делали автопарфюм, может, что-то слышал там с партнером Владимиром. Мы, на самом деле, когда стартовали этот бизнес, у нас не было вообще денег. У нас не было ни продукта, ни денег, ни производства, ни договоров, ни сайта, вообще нифига не было. У нас была идея. Мы на эту идею собрали людей вокруг себя, в течение месяца им подогревали интерес к этой идее и сказали, ребят, кому интересно, вписывайтесь в движуху, нам нужны партнеры. Вот мы за первый месяц 85 человек вот так вот нашли. То есть, они вкинули в нас деньги. После этого мы собрали на эти деньги, создали производство, наладили все бизнес-процессы, сняли офис, там, людей наняли и отправили им продукты. То есть, мы можем сделать то же самое. Третий совет, да, третий совет, который я бы вам дал сейчас, это, как ни странно, найти инвестиции. Потому что сейчас, ну, понятно, что жопа у всех, но жопа понятие растяжимое, да. То есть, для кого-то жопа, это когда вообще жрать нечего, а для кого-то жопа, когда он зарабатывал 10 миллионов в месяц, а теперь зарабатывает 7. Как бы сейчас уникальная возможность для инвесторов, и они об этом знают, купить по дешевке какие-то бизнесы. Да, то есть, как бы скупить с рынка те бизнесы, микропредприятия, там, какие-то там прикольные движухи задешево, да, то же самое, как акции, да, то есть, всегда на низах закупаются, да, то есть, как бы, ну, смысл закупаться на верхах, когда все хорошо. Поэтому сейчас уникальная возможность для вас, как бы это странно не звучало, найти инвестора, да, то есть, найти чувака, который вложит в вас деньги, там, и поможет вам выйти из кризиса. Вот такие три совета я бы дал. Так, ты что-то немножко подвис, вроде все отвисло, да. Ты здесь? У тебя или у меня подвисло? Да. Я здесь, я здесь. То ли у тебя, то ли у меня что-то немножко прервалось. Ага. Так. Так, ну. Вроде норм. Вот такие советы я бы дал. Да, я единственное, вот хочу, вот здесь, может быть, даже где-то чуть-чуть подискутировать, или просто мы бы с тобой сконкретизировали вопрос демпинга. Вот здесь я и за, и против. Если это дополнительный продукт, который стоит дешевле, вот есть основной у вас продукт, но вы сейчас создали какой-то дополнительный, он реально дешевле. Вот здесь окей, но когда ты на свой основной, поправь мое убеждение точно, когда ты на свой основной продукт делаешь там цену в три раза ниже, это говорит о том, что о ценности твоего продукта, о его реальной цене, то есть если ты образно продавал его за 10, сейчас готов продавать за 2, вопрос к тебе, когда вернется после самоизоляции вся история, да реально ли он стоил десятку, да, то есть вот здесь можешь в этот момент пояснить, потому что я здесь всегда сторонник, не снижать основной продукт, но если это дополнительно дешевле, то тут окей. Ну тут имеется в виду, может как-то пересобрать продукт, то есть скажем вот у меня... Все, дополнительный получается. Ну либо дополнительный, либо там убрать что-то лишнее, то что повышало цену, скажем, вот у меня, ну если там взять, скажем, мое обучение по маркетингу, да, там вот у меня входила обратная связь в обучении, там он стоил 35, как бы сейчас я без обратной связи продаю дешевле намного, я время свое не трачу, люди покупают, как бы доступ, да, там все и занимаются сами. То же самое там скажем с, там не знаю, оффлайн какими-то продуктами. Предположим, у вас там был там предложение, там не знаю, там торт, вот, там какую-нибудь доставка торта, да, вот. Почему бы вам не оптимизировать, то есть тот же самый торт продавать, только там без там украшательств, без красивой коробки, там, не знаю, без тех моментов, которые, ну, повышает средний чек, а при этом сам продукт от этого не меняется, да, то есть сейчас как бы вот важный момент, то что людям особо не важна на самом деле цена, им не важно время доставки, им важна безопасность, да, то есть люди сейчас думают о безопасности. То есть вот посмотрите на там компании, которые занимаются, скажем, доставкой. Они же как бы на первое место что ставят? Раньше мы видели там рекламу такси, рекламу доставки что? Самое дешевое такси, да, там, типа там, закажи себе такси там за 9 рублей, да, там за 90, там не знаю сколько там, да, там доставка бесплатная доставка, там 50 рублей. Сейчас что? Бесконтактная доставка, да, там, типа доставка у нас там эти в масках все ходят, да, то есть сейчас акцент делается на то, что реально людям важно. Это безопасность, поэтому вы можете тоже на этом сыграть, это будет, может быть, ваше конкурентное преимущество, то есть скажем там, мы доставляем торты бесконтактной доставкой, там, мы не касаемся там этой посылки, там, не знаю, там, мы дезинфицируем там руки, там, не знаю, сумку, то есть ну как-то так вот подать и люди, чтобы понимали, что да, там, безопасно можно заказать себе это все дело. Супер, офигенно. Ну, здесь однозначно, то есть идея пересобрать свой продукт и сделать его под реалий рынка вот этого сумасшедшего, мне кажется, у людей уже коронавирус головного мозга, и это вот, кстати, к теме психологии влияния, как ты считаешь, мы не будем там говорить про реальные угрозы, есть этот вирус или нет, такая вся история, но то, что сейчас происходит с точки зрения маркетинга страны или, может быть, мира, это и есть вот та самая психология влияния, потому что я всегда анализирую, какое количество слов коронавирус слышит человек в течение дня, где он это читает, в каждом подъезде, в каждом инстаграм-аккаунте, я не знаю, ну про отовсюду. Это вот это психология влияния или нет? И вообще, что такое психология влияния? Ну, на самом деле, по психологии влияния я подразумеваю не только книгу Челдини, да, как бы я в общем, как бы, вот я вот езжу по городам, рассказываю про именно влияние на людей, да, то есть с точки зрения пропаганды, манипуляции, с помощью НЛП, с помощью новостей, СМИ, пиары, маркетинга, я в общем говорю, да, если вот отвечать на этот вопрос, ну более глубоко, ну вот смотрите, вот те, кто сейчас нас смотрит, вспомните, пожалуйста, сколько в среднем какая-то отрицательная новость держится в инфополе, да, вот если самый пиздец взять, там скажем, да, там простите за мат, да, там типа, я не знаю, теракт, вот теракт, случился теракт, да, там 11 сентября, там, либо, я не знаю, теракт на Дубровке, там, теракт в метро, вот вы, окей, 11 сентября это популярная тема, но теракт на Дубровке, Курск, теракт в метро, вот у нас в Москве взорвали, по-моему, два раза вагоны, я причем мог взорваться, потому что я в это время в школу ехал, вот, вот вы последний раз когда слышали про эту новость, скажите, а люди там погибли, там, по-моему, 50 или 100 человек погибло, понимаете, как бы, то есть, я к чему это говорю, первый момент, то, что люди, психика людей так заточена на то, что мы отрицательные новости не можем долго держать в голове, мы пытаемся от них отойти, потому что если мы будем все накапливать внутри, мы, как бы, ну, сойдем с ума, это первый момент, второй момент, если правительству невыгодно пушить эту информацию, она об этом забывает очень быстро, да, то есть, что и произошло, соответственно, с терактами, там, с какими-то военными конфликтами и так далее, если правительству выгодно это пушить, да, то есть, выгодно об этом рассказывать, естественно, все новости, все СМИ, все телеканалы, все звезды, они это поддерживают, что мы сейчас и видим, соответственно, правительству выгодно, что мы сидели, боялись, как бы, зачем это делается, как бы, я не буду, там, говорить про какие-то заговоры, там, и так далее, но мне кажется, что... Сейчас, да, уже куча конспирологических теорий, там, вообще... Да, ну, мне кажется, что это большая, большая договоренность нескольких стран, либо против Китая, там, либо Китай, то есть, как бы, ну, я не знаю, потому что там могут быть те моменты, которые, ну, мы даже не догадываемся, но в любом случае, это пропаганда, это манипуляция нашим сознанием, и, как бы, ну, засрали голову нам конкретно, так скажем, да, вот, это точно, вот, при этом, ну, реально, просто вспомните, скажем, любые инфоповоды, вот, вообще любые, не знаю, вот, инфоповод, когда Путин Медведева, там, сменял несколько раз, да, там, и люди вышли, там, на баррикады на улицу, да, там, как бы, бунтовать, да, ну, что, неделю мы это пообсуждали, и, что, и все, все забыли, как бы, да, ну, вот, вот, как происходит, да, понимаете, там, вот, я вчера, вот, новость про Регину Тодоренко, которая высказалась про, там, насилия, да, там, в семье, неделю это пообсуждали. Кстати, да, такой хай поднялся, кстати, вот, по твоему мнению, почему вокруг, даже я, вот, я никогда, там, светские какие-то новости не смотрю, не читаю, но я так понял, что она, я видел этот кусочек интервью, ляпнула с другим контекстом, не с тем, которым восприняли люди, и понеслась жара. Почему так происходит, кстати? Ну, потому что люди, ну, как бы, если с точки зрения психологии смотреть, как бы, у людей, во-первых, копится негатив, да, там, ну, в плане, не то, что, ну, как, не негатив, а пассивная агрессия, так называемая, да, то есть, есть, как бы, активная агрессия, да, вот, против чего они, как бы, ну, выступают, то есть, чтобы их, там, мужья не били, там, в семье и так далее, а есть пассивная агрессия. Пассивная агрессия, это как раз-таки, когда женщина терпит-терпит, а потом ножом парнет своего мужа, да, там, ни с того, ни с сего, или, там, начинает, там, в инстаграме все это высказывать, это пассивная агрессия, да, и, как бы, женщинам же надо куда-то выплескивать вот эти все эмоции, как бы, негатив, вот, и, соответственно, их бомбануло, что, там, какая-то, там, звезда, которая хорошо зарабатывает телеведущая, да, там, вот, высказалась, да, там, а что она знает о жизни, да, там, и все на нее, там, набросились, при этом, я, вот, не понимаю различия между, как бы, агрессией физической и агрессией психологической, мне кажется, психологический прессинг намного хуже, чем физической, у тебя, вот, не знаю, синяк поболит, пройдет, а из-за психической агрессии можно, не знаю, повеситься, пойти, потому что, ну, блин, представьте, сколько людей сейчас там говно пишут в комментариях, ну, как бы, вот, как-то так. Жестяк, а вот, если тогда говорить, вот, про психологию влияния, если переносить на бизнес, да, вот, если у нас с тобой большая часть аудитории, там, скажем, предприниматели, как можно использовать в бизнесе вообще и, вот, в текущей ситуации, вот, какие инструменты есть, вот, чтобы я, как предприниматель, вот, у меня есть, там, не знаю, маркетинговая компания или, там, например, агентство недвижимости, вот, как я могу себя... Как бы, тут важный момент понять, что многие предприниматели-маркетологи ставят во главу инструменты, то есть вы начинаете изучать, там, как настраивать таргетинг, там, как делать автоворонки, там, не знаю, имейлы, ссылки, там, не знаю, там, сервис автоматизации какие-то там и так далее, но не это важно, на самом деле, важно понимание психологии клиента, то есть важно понимать, как с ним коммуницировать, что на каком этапе ему давать, да, там, как бы, там, как на него повлиять, там, моменты, которые, там, скажем, используются в НЛП тоже, да, там, вот я об этом тоже рассказываю, можете посмотреть на Ютубе, у меня есть выступление на конференции, называется, как раз «Психология влияния маркетинга», там, часовое выступление, я об этом рассказываю, то есть есть несколько способов, скажем, есть эффект трансформации человека, да, то есть когда вы клиенту рассказываете, что с ним произойдет, когда он купит вашу услугу, продукт, то есть как его жизнь поменяется, то есть вы продаете картинку будущего, то есть вы не рассказываете про инструменты, про процесс, да, там, а рассказываете про результат, то есть какой он выйдет, то есть какая с ним трансформация произойдет, какой новый «Я» он станет после того, как воспользуется вашим продуктом, вот как бы один из примеров, предположим. Либо психология цвета, да, то есть, скажем, вот, если разбираться хотя бы в психологии цвета, там, красный цвет, синий цвет, что значит, зеленый цвет, желтый цвет, оранжевый цвет, фиолетовый, там, голубой, белый, черный, да, то уже можно влиять на человека, на клиента, хотя об этом никто даже не задумывается. Психология голоса, как ваши продажники говорят, да, то есть вот если послушать разговоры продажников, это вообще обосраться можно, да, если так мягко говоря, потому что, ну, я даже не говорю про скрипты, понимаете, я говорю именно про тон голоса, про позицию, да, там, про улыбку хотя бы, да, чтобы с улыбкой говорить, там, про обертона какие-то, там, про динамику речи, там, про паузы, про, там, ну, куча моментов, которые просто люди не изучают, да, то есть они просто вот как роботы говорят безэмоционально, даже если скрипт охренительный, если ты говоришь как робот безэмоционально неинтересно, не вовлеченно, человек-то на том конце провода это ощущает, все, ему неинтересно, он дальше как бы выключает, он, ну, у него уровень осознанности и включения на нуле получается. Однозначно, однозначно, слушай, о чем я всегда говорю, что вообще продажи любые, неважно, это 20% технологии и 80% психологии, да, то есть набор, там, визуальных, аудиальных и так далее вещей, а вот с чего вот можно начать, вот, скажем, люди, которые вообще, там, что психология, что, что можно как-то вообще там по-другому это делать, вот с чего начать можно обучение, вот мне просто тоже дико интересно, помимо книги Роберта Счал-Динни «Психология влияния», да, «Психология убеждения», слушайте, ну, у меня на самом деле, вот если вот так вот показать, у меня куча книг, то есть вот у меня там, не знаю, там сотни книг, которые я читаю, которые я могу там посоветовать, там вот у меня раз там полка, там два полка, там на балконе у меня там еще там большой, большой этот, как бы тут я к чему говорю, я не похвастаться об этом, говорю, просто я порционно с каждой книгой какую-то информацию для себя черпаю, то есть я не говорю, что есть какая-то вот одна книга, как Библия, да, вы прочтете и поймете, да, типа там вот про психологию клиента, про психологию влияния, там, про вот это все. Самая лучшая книга – это опыт жизненный, да, то есть можно куча книг читать, но нихрена не применять, поэтому я могу, конечно, посоветовать пару книг. Ну, топ-3, да, вот топ-3 книги, которые вот просто начали такие мощные. Ну, первое, с чего начните, это взлом маркетинга, есть такая книга про нейромаркетинг, да, то есть про то понимание, вот там рассказывается про крупные компании, которые вливают миллиарды долларов в исследования, там, какого размера банку в Coca-Cola сделать, там, сколько сахара туда положить, там, что на ней нарисовать, там, на соке что нарисовать, почему стеклянная бутылка есть, а почему есть пакетированная бутылка, да, там, то есть вот это все там рассказывается. Очень интересная книга. Вторая книга – «Малкольм Глабелл», любую книгу возьмите, вот он как раз рассказывает про маркетинг, про вирусный маркетинг, там, про партизанский маркетинг, про, там, вот, историю брендов тоже, вот, там, «Гения-отсайдера», вот есть книга охренительная, там как раз рассказывается про… Десять тысяч часов, я помню. Да, вот, потом книга «Озарение» у него есть, еще там какая-то книга, вот. И третья книга, которую я бы посоветовал вам почитать, называется «Хитмейкеры», вот, ну, не совсем популярна, но мне кажется, я ее везде уже кушаю, про нее рассказываю, она уже достаточно становится такой, как популярна, очень крутая книга. Это самая интересная книга, которую я читал за последние, там, три года по маркетингу. Там как раз рассказывается про эффект хита, неважно, там, песни, книги, продукта, человека, да, там, неважно чего, да, то есть как что-то становится популярным. Поэтому почитать вот эти три книги хотя бы, там, ну, на первое время, и дальше уже, там, может, и «Ео Гилви» читать, там, и, не знаю, там, и там про НЛП какие-то книги брать, то есть, на самом деле, я этих авторов вот даже не помню. То есть, вот у меня, если брать даже, вот, не физически даже книги, вот, в этом, как вот, в читалке, в айфоне, я там, по-моему, 500 книг. 500 книг, некоторые я просто вот так вот пролистываю, что-то там какие-то воверновать и себе заметки делаю, там, и вот так вот я иногда книги читаю просто. Супер, а вот как внедряешь, то есть, как ты тестируешь идею? Вот ты книги прочитал, я не знаю, вот, «Хитмейкер». Ну, кстати, а как, вот, можешь вкратце сказать, вот, мне интересно просто стало, про хиты. Как человек, там, клип, песни и так далее становятся хитом? Почему? Какие триггеры должны быть у продукта или услуги, или, там, у песни, неважно? Ну, первое правило основное – это то, что должна быть золотая середина между чем-то знакомым человеком и чем-то новым. Вот если ты перегибаешь в сторону знакомого, то у клиента сразу вопрос, а нахрена мне это слушать, покупать и это брать себе, если там ничего нового нету? А если ты перегибаешь в сторону очень сильно нового, то человек этого боится. Мы всегда боимся всего нового. То есть, вот, скажем, взять суперкар Тесла, да, который похож на конструктор Лего, слишком ново, слишком новаторский, понимаете? То есть, именно поэтому iPhone каждый год выпускает новую модель, чуть-чуть ее изменив, потому что таким образом он поддерживает продажи. То есть, там, чуть-чуть поменял там камеру, чуть-чуть, то есть, это знакомый нам iPhone, но с какими-то небольшими изменениями. Именно поэтому хорошие продажи, потому что если бы он излишне бы что-то поменял, а они могут это сделать, я уверен, потому что у него гигантские бюджеты, то продажи бы упали, потому что люди боятся всего нового, боятся новаторского. К песням, да, вернемся. Вот, когда вы слушаете какой-то хит песен, да, у вас в любом случае есть такое ощущение, как будто вы эту песню уже слышали до этого, хотя это новая песня. То есть, вот этот эффект чего-то знакомого, да, при этом нового, мне нравится. Мне нравится взять сериалы, да. Вот самые крутые, популярные сериалы, которые зарабатывают кучу денег, там, и их смотрят миллионы людей, это те сериалы, где человек может догадаться, что будет дальше. То есть, человеку нравится момент новаторства, да, то есть, как бы, но при этом он должен быть, как бы, ну, чтобы была возможность догадаться. Потому что если слишком сложно будет, да, там, слишком, ну, как, запутанно, то человек просто не будет смотреть этот сериал. То есть, ему важно ощущение того, что, да, вот сейчас что-то вот произойдет, но я, как бы, догадываюсь, что произойдет, да. То есть, как бы, ну, мне не страшно дальше смотреть, как бы, я, в принципе, знаю, догадываюсь, но окей, посмотрю. Вот эта вот золотая серединка, да, взять, скажем, «Титаник». Почему фильм «Титаник» стал популярным? Потому что Кэмерон взял знакомую всем историю Ромео Джульетты и поместил ее в новое предлагаемое обстоятельство, да, на корабль. Почему «Звездные войны» стали популярны? Опять же, история ковбоев с Дикого Запада, которые просто поместили в предлагаемое обстоятельство космоса. Вот, как бы, в общем, прикол, в общем, смысл, как бы, да. Слушай, интересно, а если вот это перекладывать на продажи, на маркетинг? Вот если я вывожу новый продукт на рынок, ну, например, у меня была, я не знаю, школа для детей оффлайн, а я сейчас ее хочу вот резко вывести в оффлайн. И это новый продукт, родителям он не знаком, они вообще дико бесятся, потому что дети дома там, и надо с ними там заниматься и так далее. Вот как мне, как предпринимателю, преодолеть вот этот барьер, потому что у меня нет возможности. И если вот следовать этой логике, то он чуть-чуть знаком, этот продукт, потому что это те же обучения, но только теперь в новой формации. Вот как преодолевать вот этот боязнь нового, когда я вывожу новый продукт? Вопрос понятен. Смотри, тут важно не перегнуть, опять же говорю. Вот я на примере Тинькофф Банка расскажу. Вот если взять историю Тинькофф Банка, то Тинькофф Банк это новаторская компания, то есть это единственная первая компания в России, может быть даже и во всем мире, которая сделала онлайн-банк. Может я ошибаюсь, но в России точно. Они были новаторами. И соответственно остальные банки, там Альфа Банк, Сбербанк, они наблюдали за Тинькоффом. Они наблюдали в течение двух-трех лет, чтобы он совершил все ошибки, набил себе шишки, потратил кучу денег, научил... Аудиторию подготовил, да? Да, подготовил людей, научил людей, клиентов пользоваться этим. То есть он, по сути, создал экосистему. То есть он потратил кучу денег, чтобы создать экосистему. И после этого что делает Альфа Банк? Просто берет и копирует все самое лучшее, что получилось у Тинькоффа и уже на готовый рынок выходит с продуктом. Соответственно, отвечая на твой вопрос, если ты пытаешься придумать колесо или велосипед, то тебе будет хуже всего и сложнее всего. Я бы не советовал людям с гениальными идеями выходить в рынок. То есть вот если вы придумали там ошейники для лягушек, возможно, они через 10 лет будут популярными. Но вы должны осознавать то, что вам придется помимо того, что продавать этот сложный продукт, еще людям объяснять, что ему это нужно. Даже если им это нужно, они это не понимают еще, что им это нужно. То есть нет сформированного спроса. Поэтому что сделать? Нужно проанализировать спрос. Очень простой момент, способ, о котором все знают. Просто идете в Яндекс, в Гугл, вбиваете в Вордстате, в Кипланере какие-то ваши ключевые слова. В твоем случае это оффлайн школа какая-то, которую ты сказал. И анализируете спрос. Если вообще люди хотят, люди это ищут вообще, им это сейчас надо. Если там этого не надо, то вы столкнетесь с тем, что вам нужно будет формировать спрос. А прикиньте, сколько денег нужно ввалить, чтобы людям дать понять, что ваш продукт им нужен. Это миллиардные компании это делают. То есть YouTube, ВКонтакте. Вот вы посмотрите, в YouTube первые пять лет, как и ВКонтакте, он не зарабатывал денег, он вкладывал. То есть он копил базу лояльной аудитории. И только после того, как он ее скопил, как вот вокруг продукта образовалась там куча пользователей, только тогда он включил монетизацию. То есть рекламу, там еще что-то, коллаборации какие-то. Ну, это гигантская компания, у вас же нет таких бюджетов. Прикиньте, сколько вы сил, времени и энергии потратите, чтобы долбиться головой об стену и доказывать людям, что ваш продукт им нужен. Поэтому я не советую это делать. Лучше работать с формированным спросом. Супер. Здесь либо следует твоей логике просто найти ту компанию, которая уже сейчас. Мы просто понимаем, оффлайн обучение это не инновационный продукт, который сегодня вышел на рынок. То есть он есть, просто нужно найти топовую компанию или несколько, кто уже это делает круто. Зыринг и тыринг. Посмотреть, что они делают. Скопировать бенч-маркетинг. И, собственно, уже использованы инструменты, так сказать, внедрять в свой бизнес. Верно? Да. Супер. Огонь, огонь. Слушайте, я вот пробегусь. Может быть, были вопросы у ребят. В Библии много чего, но про Библию мы не будем говорить. За психическую агрессию надо давать срок. Мне кажется, 5-6 дней. А, ну все. То есть таких каких-то мощных вопросов не было. Ребят, если есть какие-то вопросы, потому что у нас такой он плавающий эфир, потому что тема на самом деле очень объятна. Я понимаю, что там не за один час, не за один день ее сложно объяснить, потому что там можно погружаться в аспекты психологии, потом понимать, когда психология влияет на поведение людей, подключая туда маркетинг, там нужно подключать туда статистику, чтобы понимать, как это все в комплексе работает. Поэтому я думаю, что если есть пару вопросов, давай на них ответим. Если нет, может быть, есть у тебя что еще добавить. А вот он написал. Какие тренды в маркетинге? То, что я сейчас вижу, первый тренд самый мощный – это геймификация. То есть вовлечение, работа над вовлечением. Потому что все научились привлекать клиентов, но мало кто умеет вовлекать их. Вовлекать – это значит, чтобы им было прикольно. Какие-то квесты, игры, бальная система, какие-то бонусные акции. Вот с этим у беда у всех. Если вы сейчас зайдете ВКонтакте, скажем, там я активно слежу за некоторыми ребятами, которые занимаются как раз игрозапусками. Горилла, потом еще там какие-то ребята, не помню. Я даже был на конференции по игрозапускам в Питере, смотрел там. В общем, я держу руку на пульсе и некоторые фишки внедряю в некоторых своих клиентов. Скажем, ввести игровую механику, чтобы подписчики набирали баллы за активность, за лайки, за репосты, за отзывы о компании, о продукте. И эти баллы они потом могли тратить на ваши продукты в оффлайне. Чтобы эти люди, там была рейтинговая система, предположим, которая выводилась на обложку сообщества. Либо выдавались какие-то онлайн-сертификаты, либо там, не знаю, убей дракона квест, либо, не знаю, Гарри Поттер квест. Причем это все реализовано в личных сообщениях ВКонтакте, предположим. То есть, вот такая тема, она сейчас прикольно развивается, и она будет развиваться, потому что люди, мы с детства любим игры. Вот. И так, что-то Максим отключился. Ладно, продолжим. Вот. Соответственно, если говорить про тренды, то изучайте геймификацию. Второй тренд, который я сейчас вижу, это автоматизация. То есть, люди сейчас понимают, что машины, там, сервисы, какие-то инструменты, они очень круто влияют на показатели, да. То есть, скажем, я там, последние три года пользуюсь автоматизацией ставок ВКонтакте сервисом, да, который контролирует мой бюджет, который я откручиваю, там, у клиентов ставки контролирую. То есть, я не вручную сижу контролирую, он это все сам делает. Вот этот машинный интеллект, да, там, нейросети, это тоже следующий тренд. Последний тренд, который я говорю, ну, это, естественно, там, VR, да, то есть, там, виртуальная реальность. То есть, то, что в Инстаграме происходит, все эти маски, там, дополненная реальность, вот это все, оно в любом случае будет увеличиваться, развиваться, там, и вот такие три тренда я сейчас вижу. Так, смотрели ли вы интервью Ароны Руссо? Вроде нет, ну, может быть, да, может быть, нет, может, просто не помню. По поводу сохранения эфира, ну, постараюсь сохранить, там, если получится, там, надеюсь, сохранится. Так, сейчас вернем Макса. Так, вопрос, как думаете, будет ли ресурс вроде Netflix с подпиской на мастер-классы, обучение по подписке, нужна ли такая система обществу сейчас? Уже есть такой сервис, называется как раз просто мастер-класс, можете вбить в App Store в Америке. Там у них фишка в том, что они записывают мастер-классы с известными людьми, то есть с известными сценаристами, спортсменами, там, музыкантами, поэтому сейчас, ну, мы же повторяем за Западом, да, поэтому сейчас это тоже будет активно развиваться. Вспомните, пять лет назад мы все скачивали фильмы, сериалы и песни из ВКонтакте, из Торрента. Сейчас больше половина людей говорит, ты что, лох, там, купи себе подписку iTunes, понимаете, то есть это модно стало. Поэтому мы сейчас к этому придем в любом случае. Я даже больше того скажу, я изучал феномен подписки, ну, насколько он там развивается, и для меня было удивлением узнать, что в США даже есть подписка на винные магазины, то есть в эту подписку входит, что две бутылки, по-моему, там, вина в месяц, и четыре дегустации, когда ты можешь прийти и попробовать, уже пришли к тому, что подписка на вино на винный магазин. Поэтому, мне кажется, это вообще тема дальше будет развиваться, и вообще, если с точки зрения продаж, маркетинга смотреть, если в вашей компании есть продукт, который можно сажать на абонентку, но вы сразу попадаете в топчик, и все. То есть это, ну, потом задача, там, привлечение аудитории и так далее, но вот там, скажем, сервис, с которым я активно работаю АМОСРМ. Вот это идеальная история. Я уже третий год работаю, то есть я, как партнер, уже вот два года подряд получаю пассивный доход просто от того, что клиентов я периодически с ними коннекчусь, помогаю им там что-то сделать, если что-то вдруг там подкорректировать необходимо. И просто я, компания, получаю бешеную абонентку, и я, как партнер, там 50% от бонусов. Все, пассивно. Да, то есть поэтому вот подписки круто, что спросили. Надо вообще всегда думать на тем, как сделать свой продукт, чтобы на нем была подписка. Это топ. Вот это топ. Ну вот следующий тренд, который тоже сейчас вижу, да, вот как раз это монетизация сообщества. То есть люди сейчас поняли, что за качественный контент они хотят платить деньги. Потому что сейчас, ну, куча контента, но куча говно-контента, да. То есть и люди понимают, что они хотят потреблять хороший контент. Чтобы потреблять хороший контент, как бы, ну, это как хорошее вино тоже, да. То есть как-то нужно прийти в магазин бесплатно либо по дешевке взять, да, как бы. А если ты хочешь качественный контент, ну, есть, то нужно поощрять автора. Поэтому сейчас вот многие монетизируют там свои каналы, там подписку делают, да, там вот эти все сервисы, там типа, там, OnlyFans, там вот это все, где, там, да, там, там не только девчонки, там, которые сиськами там показывают, там сидят, а многие даже там вот блогеры, которые уникальный там контент туда просто вот сливают, да, вот. А есть в общем доступе, а есть типа вот ограниченный. Вот то, что тоже сейчас я вижу. Да, я многие каналы так делают, да, типа подписка, премьер есть. Хочешь там обычно смотри вот такие, а топовые сериалы там смотри, там какой-то там премьер есть, что-то еще, ну, в общем, да, то есть сделать, дополнить вторую сверху, второй уровень, но уже платный. Супер. Вот еще какой-то, какой бизнес появился в Москве, который в регионах, как обычно, появится через пару лет? Вообще, я... Ну, это, мне кажется, такой сложный вопрос, нет? Я за последние полгода побывал в 20 городах, то есть, ну, реально, там и в Махачкале, в Ижевске, в Саратове, в Саранске, ну, где только не был. И что я заметил? То, что город города отличаются, люди отличаются, то есть, нет такого... Есть какой-то, типа, вот, есть Москва, а есть все остальные, да, которые все друг на друга похожи. Нет, один, там, Ижевск, охренеть, как отличается от Махачкалы, предположим, там, а город, не знаю, там, Томск отличается, там, от Мурманска. То есть, в одном популярен Facebook, в другом вообще им не пользуются, там, в Махачкале популярен Instagram, а ВКонтакте вообще никто не сидит там. Ну, то есть, даже по социальным сетям, то есть, просто вот, смотри, да, там, вообще охренеть, как отличаются. Отличаются продукты, отличается менталитет. Опять же, вот, если взять Махачкалу, там люди последние деньги отдадут, чтобы купить себе новый айфон. Понимаете? То есть, им важно, им важно вот показать, что я классный. Типа, вот у меня айфон. При этом, если там, скажем, взять тот же самый, там, Ижевск, там, людям посрать, с каким-то телефоном ты ходишь, да, как бы. Ну, то есть, вот в этом даже моменте уже отличие гигантское. Поэтому, если говорить про бизнесы, нужно анализировать именно конкретно, что у вас в городе. То есть, понимать психологию людей, понимать, там, особенности менталитета, там, ну, то есть, вот эти моменты. Потому что, скажем, если взять тот же самый, там, вот, не знаю, Мурманский или Владивосток, да, там, там, что-то одно популярно, да, там, другие города, другое популярно, да, но ты не поймешь это, пока туда не приедешь, не проанализируешь, либо нужно там жить. Поэтому, отвечая на твой вопрос, нет такого бизнеса, который в Москве популярен и точно зайдет в городах. Вот взять Красноярск, вот отличный пример. Я был в Красноярске несколько раз, потому что у меня там партнеры по бизнесу. Представляете себе, Black Star Burger, McDonald's, Subway, там вообще не зашли. Вы представляете, то есть, в Москве Black Star Burger охренеть, как зашел, толпа людей, куча там, все, там, Тимати, красава, вау, там, супер. В Красноярске он закрылся. Он открылся и закрылся, потому что люди не любят второсортную, ну, как, не домашнюю еду. Там люди ценят домашнюю еду, прикиньте. То есть, сибиряки любят домашнюю еду. Пельмешки там. Пельмени, вон. Они, знаете, где едят? Они ходят, едят в рестораны при отелях. Прикиньте, то есть, они завтракают в отелях, в ресторане. В лобби-баре, да, в таком-нибудь? То есть, для них зашкварно зайти в McDonald's, для них зашкварно зайти в Subway, понимаете? То есть, это как, типа, как у евреев некошерная еда, прикиньте. Вот вам просто пример. Красноярск, большой город, да, как бы, все не зашло, хотя в Москве, пожалуйста, заходят. Ну да, ты про такую же еду сказал, для меня было удивлением, я когда был в Штатах, то есть, я думал наоборот, там все только на McDuck'ах и сидят, а там считается вообще полный зашквар, то есть, McDuck' это для людей, у которых вообще нет, ну, на низком уровне социальной лестницы или, типа, у студентов, у бедных, вот тогда McDuck'а, а там все кушают Subway, например. А у нас наоборот, да? Взять Францию, вот я во Франции был пять раз. Во Франции, даже когда спрашиваешь, типа, куда пойти поесть, и стоит McDonald's напротив, тебе никогда не посоветят McDonald's, тебе посоветят багетную, тебе скажут, вон там офигительный хлеб, вон там можно поесть, тебе никогда не посоветят McDuck'а, потому что McDuck'а, как ты правильно сказал, это еда для бедных, для рабочих, там, для, не знаю, там, родников, там, ну, то есть, для низшего слоя населения. То есть, понимаете, насколько, да, вот отличия, а в Америке, пожалуйста, там, McDuck'и, блин, везде, там, вот эти все бургеры и так далее. Да, ну, здесь абсолютно точно, поэтому точно нужно каждый, не то, что даже регион, а каждый город, потому что внутри Краснодарского края, вот у нас, что работает в Краснодаре, не факт, что будет работать там в Новороссийске через сто километров, поэтому однозначно нужно смотреть. Окей, что, я вижу, что вопросов больше нет. Я тебе благодарен за эфир, мне кажется, мы так интересно пробежались по всему, от Регины Тодоренко до США, просмотрели все моменты, я тебе очень благодарен за эфир, вот, рад сотрудничеству, рад, что выступили на МВИК. Я, кстати, думаю, что писал организатор Евгений, по-моему, что, скорее всего, вот уже такая вероятность, там, прям 90% того, что попал в книгу Рекордов Гиннеса. Да? Так что ждем, да, ждем отчетный, как это, отчетно, когда там комиссия все замерит, но он говорит, вероятность там 90% уже того, что в книге Рекордов Гиннеса, поэтому, ну, поздравляем, во-первых, организаторов, и круто, что мы с тобой тоже приложили руку, язык к этой истории. Так что, рад знакомству, тебе максимальных успехов в развитии, я думаю, что мы еще пересечемся на профессиональном поприще, вот, и спасибо тебе за эфир. Спасибо, всем спасибо. Хорошего дня тебе, пока-пока. Пока.